Всем доброе утро, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу свою покупочку в магазине Респект. Покупка была срочной, так как у меня есть зимние ботинки. Кстати, тоже из магазина Респект. Покупала я в прошлом году их. Они у меня из натурального набука и внутри мех. Собственно, сейчас мне нужны были ботинки именно зимние, которые были бы из натуральной кожи. И можно, допустим, на байке, либо просто на какой-то синтетической подложке. Поэтому пришлось ехать срочно в магазин. Конечно, я сначала заехала в магазин Мувберг, но, к сожалению, все модели моего размера, которые мне понравились, были раскуплены. Поэтому пришлось бежать в Респект. Ну и давайте начнем. Первое, что я хочу показать, конечно же, я приобрела салфеточки влажные для гладкой кожи с натуральным воском. Здесь 15 штук. Честно говоря, первый раз вижу такие вот салфеточки. Хотя в Спортмастере тоже есть там пятновыводящие и прочее-прочее-прочее. В общем, супер новиночки. И влажные салфетки для замши, набука и велюра. Тоже 15 штук. Если кто-то уже пользовался, расскажите, как они в применении. Очень интересно послушать. Так, и следующий товар, предпоследний, скажем так. Это у нас Clean&Care. Пенка для чистки и ухода. Кстати, здесь нарисовано конкретно зачем. То есть здесь у нас кроссовки, ботинки, одежда и даже есть мебель. Вот. Называется Colonial марка. Так, ну, я думаю, что как раз-таки для набука мне пригодится. Хотя она, в принципе, для различных поверхностей. Хочу отметить, кстати, что здесь написано, пена для всех видов материалов, изделий из климатических мембран, в том числе Gore-Tex, Sympatex. Понятно, удаляет загрязнение, ухаживает, в общем, и так далее. Хочу попробовать данную пену. Надеюсь, что она эффективно будет удалять грязь. И защищать одежду, конечно же, самое главное. Так, ну и давайте перейдем. К самому главному, снимая сегодня перед естественным освещением, это сами ботиночки. Хочу сразу отметить коробочку компании Respect. Очень удобная. Конечно, вся она, наверное, в кадр не влезет. Вот так вот можно ее взять и, собственно говоря, нести. Вот. Но, конечно же, коробка была в фирменном пакете. Пакет я уже сняла, потому что он очень большой, огромный просто. Так, давайте посмотрим сами ботинки. Форма выпуска ботинок май 2021, цвет бежевый. И, что я хочу сказать, производство Китай. Конечно, в компании Respect очень много обуви. Раньше компания вообще базировалась, скажем так, на обуви, которая привозилась из Португалии. Но постепенно компания стала неким агрегатором, да, таким магазином, который продает, ну, скажем так, маркетом больше. Там, мастмаркет, который продает разную обувь разных производителей. Вот. И в том числе было на сайте у них есть большой выбор фирмы Riker. Вот. И сейчас компания Respect, как поделилась со мной, консультант в магазине, делает, производит обувь. То есть, смотрите, заказчик, да, это российский производитель, изготовитель это Китай. Ну, то есть, собственно говоря, понятно, да, то есть, это обувь наша просто пошита в Китае. Ну, насколько правда, насколько нет, непонятно. То есть, кто дает гарантию, что все-таки компания, да, не приобрела просто у китайского производителя, да, по системе купи-продай, в общем-то. Ну, ладно, об этом мы с вами не будем. Это вопрос по качеству, мы сможем с вами проверить только временем. И давайте же посмотрим. Конечно, мне приглянулись в магазине другие ботиночки, но, к сожалению, размера там не было. Сейчас при естественном освещении вы видите натуральный цвет ботинок. Давайте сразу скажу вам цену. Цена была у нас, сейчас я вам скажу. Так, 8577 рублей. Но здесь у меня еще была скидка. Короче, стоили они где-то около 8900 рублей. В общем, где-то под 9000 рублей. Конечно, когда я пришла в магазин, я ужаснулась вообще ценам, потому что в прошлом году я брала ботинки из натурального набука в компании «Респект» и реально с натуральным мехом. Они стоили по скидке, внимание, это было где-то за 6000. Когда я пришла в магазин, увидела обувь за 9000. Мне чуть не стало плохо, если честно. Насколько цены просто за год подросли. Так, ну давайте я вытащу ботиночки, постараюсь вам все показать. Видео на самом деле будет недолгим. Здесь у нас мешочек разделитель. Ну, в общем, фирменные все пакетики. Вот, видео будет недолгим, потому что особо показывать, конечно, здесь нечего. Но проходочку я для вас специально сниму. И давайте посмотрим. Так, поставлю, наверное, вот так вот ботиночек, чтобы было видно. Самое главное, самое главное, они идут выше щиколотки. Хотя, конечно, мне хотелось бы купить еще чуть выше, например, вот где-то на столько, чтобы закрывало проемы между джинсами или брюками и, соответственно, самими ботинками. Вот, но я уже нашла способ решить эту проблему. Я купила себе просто высокие носки. Сейчас я ожидаю вторую пару высоких носков. Вот, думаю, что будет смотреться очень хорошо. Эти ботинки я купила себе на зимний период. Почему? Потому что для того, чтобы выходить на длительные прогулки в холодное время года, конечно, у меня есть ботинки на меху. Эти ботиночки будут такие больше, как бегунки, я их называю, да, удобные. Здесь у нас написано, значит, ботинки из натуральной кожи. Здесь написано, что они на самом деле внутри имеют... Сейчас я расстегну. Написано, что ботинки внутри имеют вот такую вот подкладочную ткань. Но, на мой взгляд, она больше похожа. Знаете, у меня были когда-то сапоги из компании Тервалина. Тервалина, она похожа, вот эта ткань, на евромех. Но, конечно, это не евромех, но что-то похожее. То есть, это не байка. Это вот именно такой вот приятный мягкий текстиль. Что мне не очень понравилось, так это шнурки. Они, если вы видите, завязки у них под лентой сделаны. То есть, они как будто бы, знаете, шнурки, покрытые воском. То есть, это, конечно, тоже не очень хорошо, потому что есть вероятность, что будут просто развязываться. Также здесь есть надписи. Ворм написано. Так, я немножко положу, наверное, на ботинок, потому что он мне мешает фокусировать. Вот здесь вы видите такие вот надписи Ворм во многих местах. Ботиночки у нас прошиты. Кстати говоря, опять же, хочу обратить внимание, точнее, как они не прошиты, они проклеены все по периметру. И прошиты вот эти вот места. То есть, это такой некий дизайн. Что хочу сказать, значит, сразу. Такие ботиночки есть в двух оттенках. То есть, вот этот вот бежевый цвет и черный. Но черный я уже не стала брать, потому что, думаю, как-то не подходит у меня черный цвет ботинок. Почему? Потому что у меня, если вы посмотрите, дам здесь ссылочку, у меня курточка из фирмы термит. Она белая и горнолыжная. И у меня рюкзак такого пыльно-розового цвета Nike. Поэтому черный цвет мне совсем не подходит. Так, ну что же, хочу еще сказать. Мне очень понравилась подошва. Во-первых, мне понравилось, что эти ботинки на небольшом каблучке. И здесь написано, точнее как, на сайте написано, да, ну и в магазине тоже так же обозначено, что это ботинки на тракторной подошве. То есть, эта подошва очень устойчивая. То есть, по идее, они антискользящие. Но, опять же, судить я пока не могу. Но видно, что она рифленая, что скользить она будет, конечно, будет. Но она достаточно устойчивая, эта подошва. И ботинки сами по себе такие достаточно стильные. Вот. Что еще рассказать? Мерила я там другие ботиночки тоже. Может быть, дам ссылочку вам на сам сайт. Но мне не очень понравилось. Там носок, знаете, такой более округлый. Мне, конечно, не очень нравится, потому что у меня худенькие ножки, и я высокая. И у меня получается, что если я беру подошву, точнее так, не подошву, а ботинки с таким вот округлым носком, у меня ноги смотрятся как-то, ну, не совсем так, как надо. Здесь такой, конечно, носочек более аккуратный. Поэтому те, кто любит классику, допустим, носить, то вполне может себе присмотреть такие ботиночки, потому что здесь округлый носок. И опять же хочу обратить внимание, цвет бледный, да, то есть он отделяет от подошвы. Вы видите, да, где ботиночек, где подошва. В черных ботинках, конечно, такого нет. Так, что же еще вам рассказать? В принципе, наверное, все. Единственное, да, хотела тоже обратить внимание. Очень интересный здесь подход. То есть здесь, в основном, конечно, основной главный замок – это молния, что, в общем-то, очень удобно, потому что за счет молнии у вас вот эта вот часть не будет увеличиваться постоянно, потому что здесь шнуровка есть, да. То есть вы аккуратненько расстегнули, все одели и пошли себе куда вам нужно. То есть в основном молния здесь больше для декорации. Ну, конечно, точнее, не молния, а шнуровка. Я ошиблась. Конечно же, шнуровка. Первый раз, если честно, вижу такие шнурки реально. То есть они просто залиты воском. Так, ну что ж, давайте покажу вам поближе сами ботиночки, кожу, чтобы вы могли разглядеть. Ссылочку на сам сайт в интернете с этими ботиночками я вам дам. Вот. В принципе, ну и проходочку тоже на них сегодня сниму. Вот. Если кто-то уже носил такие ботиночки от компании Респект, то напишите. Вот. Может быть, вы носили похожую обувь. Тоже пишите. Какие ваши впечатления? Вообще скользят они, не скользят? Но я думаю, что в них будет очень удобно. Не будет жарко. Вот. И меня очень радует, что это евромех. Кстати, это все-таки ботинки из осенней коллекции, опять же повторюсь. То есть это не зимняя коллекция. Но зимней коллекции в магазине на сайте у компании тоже очень большой выбор. Ну что ж, это был мой заказ из компании Респект. Всем хорошего дня. Всем пока-пока. Продолжение следует...